Футболисты Софрины Лесной на проявление агрессии отвечал ровно тем же. Единого ритма игры не было, вся она разбивалась на отдельные фрагменты бесконечными аутами, штрафными ударами и выяснением отношений. Под конец первого тайма Софринцы сравняли счет. Их неуступчивость воплотилась в результат. На старте второй 25-ти минутки синие вышли вперед. Александр Капоткин устоял на ногах после подката, сохранил мяч, а затем вколотил его в ворота соперника. Сразу после этого нападающий Лесного Антон Мощенко должен был оформлять дубль. Но вратарь Софрина проявил чудеса мастерства и отбил его дальний выстрел. После чего получил удар в грудь при добивании. Эмоции обеих команд вскипели. Градус игры резко повысился. В ответной атаке Софринцы могли забивать снова, но защитник отвел угрозу от ворот. Потом был очередной необдуманный фолл. Штрафной. Новая потасовка. Судьи едва успевали фиксировать число нарушений и успокаивать футболистов. Вскоре Софрина в красивой атаке забил свой третий гол. Преимущество в два мяча, казалось бы, должно успокоить обе команды. Но не тут-то было. Снова нарушение. По совокупности фолов судья ставит пенальти. А Мощенко бьет мимо ворот. Буквально тут же фалит Лесной. Для них это тоже предельное нарушение. Судья назначает пенальти в их ворота. Воротарь тащит. Игра достигает своего эмоционального пика. После ввода мяча из аут Антон Мощенко все же оформляет долгожданный дубль красивым вводящим ударом. 3-2 еще есть время отыграться. Но все тот же 11 номер Лесного совершает неточную передачу, после которой Софрина забивает четвертый гол и ставит точку в этой битве. Игра складывалась для нас тяжело. Первые таймы начали довольно-таки сумбурно. Ничего не получалось у нас в атаке. За исключением двух противодалей. Мы знали, что с Лесным у нас будет такая игра. Мы не ожидали этого. Столкнулись, считай, с командой, с похожим стилем игры, с нами. Но в целом результатом игры мы довольны. Начали с победы. Подводя итоги игры, можно сказать следующее. Борьбы в этом противостоянии было больше, чем самого футбола. Но Софрина оказались крепче, поэтому и получили заслуженные три очка. Обе команды стабильно занимают место в середине турнирной таблицы. Новый сезон вряд ли станет исключением. Места в тройке займут фавориты розыгрыша. Но в отдельно взятом матче и Софрина, и Лесной могут всерьез зарубиться даже с грандами. А там уже как карта ляжет. Поздравляем всех с началом зимнего мини-футбольного сезона. Болейте за своих и почаще приходите на игры в пушкинские ФСК. Павел Розин, Мария Михеева. Специально для телеканала Твой и Футбольного союза Пушкинского района.